В Тюмени становится все больше животных-инвалидов. Это касается как домашних, так и бездомных собак и кошек. Люди таких зверюшек опасаются, а за ними нужен двойной уход и забота. Ну, поэтому предпочитают сразу усыпить больное животное, а ведь есть и другие пути решения проблемы. К тому же, животное-инвалид может дать фору любому здоровому. Более подробно Наталья Перминова. Привет всем любителям животных! Вы наверняка помните сказку о карлике-носе, страшном поваренке, который на деле был чудесным юношей. То, что внешность может быть обманчива, докажет и этот славный пес по кличке Манат. Только стоит подарить ему немножко любви. Манат – дворянин, возраст 2 года. Был сбит машиной, перенес сложную операцию. Ампутирована задняя лапа, очень ласковый, любит гулять. Находится в благотворительном фонде «Потеряшки». Месяц восстановления, снимали швы, ему поставили скобы. Бытует мнение, что проще усыпить. Конечно, проще, если ты не хочешь заниматься животным. У нас фонд, если у животного есть хоть малейший шанс на выздоровление, на нормальную жизнь, мы никогда не уцепляем животных. Животные становятся инвалидами по разным причинам. Иногда это связано с возрастом, иногда с авариями. Но в обоих случаях большинство людей стараются избавиться от покалеченных. У кошки Зулы нет передней лапки. Возможно, поэтому уже несколько месяцев ей не могут найти хозяев. Марина, расскажите, пожалуйста, как у Зулы живется без лапки? Она также запрыгивает на окна, на мебель, на всю. Зуля играет всем. И игрушками, и шарики гоняет. Она очень любит мышку. Где-то тут была такая силиконовая мышка. Она ее подбрасывает одну лапу спокойно. К сожалению, сегодня в фонде очень много животных-инвалидов. Однако это не значит, что они не могут жить полноценной жизнью. Вот сейчас я расскажу вам счастливый случай, который произошел недавно в Тюмени. Это дворняга Айя. Ей не больше года. Собака пережила серьезную аварию. И если бы не волонтеры из молодой организации «Живи», так бы и осталась на дороге. Изначально у нее были пролежни здесь. То есть, ну, как бы из-за того, что она не могла ходить. И первые несколько недель, пока не могли найти хирурга. То есть, она была бездвижна совершенно. Ну, и чувствовала, соответственно, себя плохо. Потом, когда уже операцию произвели, то есть, на позвоночник установили две пластины. И разошвили все обратно, как бы. Она стала себя более комфортно чувствовать, когда уже вышла из наркоза. То есть, ноги перестали так болтаться. Чтобы Ая вновь встала на ноги, пришлось заказать инвалидную коляску. Ее делали в Новосибирске. Коляска могла обойтись волонтером в 7 тысяч рублей. Но когда мастер узнал, что собака бездомная, взял лишь 50%. Впервые в России такой аппарат изобрели в Москве. Затем в Петербурге. До Тюмени очередь пока не дошла. На Западе же инвалидные коляски для животных не редкость. Этот поросенок родился без задних лап. Доктор Лен Люцера взял малыша домой и сделал для него инвалидное кресло из частей игрушек. Фалина Фуджи потеряла 75% хвоста из-за болезни в 2002 году. Сейчас плавает с протезом. Черепаха Цвика попала под газонокосилку. Теперь ходит с помощью недавно прикрепленных колес. Живет в больнице для диких животных. Вот и Ая после выписки сразу попала к новым хозяевам. Теперь собаке нужно заново учиться гулять. Но это дело поправимое. Она будет двигаться, поэтому у нее будет тратиться и достаточное количество калорий, и органы будут работать в том виде, как есть. Потрясающая история. Вот мы зули такую. Да, только зули даже инвалидная коляска не нужна. Дорогие зрители, если вам понравились сегодня герои нашей программы, звоните по телефону горячей линии потеряшки 94 55 66. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok